Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Уже сегодня ФРС США примет решение, что делать с процентной ставкой. Повысить, понизить, а возможно оставить как есть. Участники рынка дают 99% шанс, что ФРС США оставит ставку на прежнем уровне. А биткоин на этих прогнозах в преддверии встречи ФРС растет. Я обязательно буду освещать встречу ФРС США сегодня у себя в Телеграме, ссылка на который в описании под видео. Сумма открытых позиций на биткоине сильно выросла, как видно на этом графике. В позициях находится почти 12 миллиардов долларов. Почему мы видим такой интерес? Мы уже много раз говорили, как инвесторов вдохновляет возможность запуска спотового биткоин-ИТФа. Директор глобального макроэкономического направления Fidelity Investments считает, что биткоин может стоить 1 миллиард долларов в 2038 году. Fidelity – это один из управляющих активами, который подал заявку на спотовый биткоин-ИТФ. Сумасшедший прогноз, не так ли? Остальные на 2024 год выглядят немного более скромными. Кроме, конечно же, Кати Вуд. Это прогноз на 2030 год. По мнению руководителя Арк-Инвест, биткоин в это время будет стоить 1 миллион долларов. Прогнозы кажутся безумными, но в своем прошлом видео я обосновал, почему цена в 100 тысяч долларов для биткоина – это вполне реалистичная цель. Кроме этого, я хочу показать тебе это видео из 2013 года. Я здесь наблюдаю за тем, как делается история. Биткоин только что поднялся до 111 долларов. Это исторический пик, и рост продолжается. Это самая высокая цена в истории. Это невероятно. Просто посмотри на этот график. Люди были в шоке от цены в 111 долларов за биткоин. Многие из них уже тогда думали, что в биткоин заходить поздно. Но можно ли считать людей, которые купят биткоин сейчас, ранними инвесторами? Вполне. Многие называют биткоин цифровым золотом. А знаешь ли ты, когда был принят спотовый золотой ETF? В ноябре 2024 года. Посмотри на это. Какой-то небольшой памп, потом на протяжении многих лет невнятный боковик. Все очень скучно, и тут случилось это. Это принятие золотого спотового ETF, после чего цена золота просто взорвалась. Конечно, это не произошло. За один год это было на протяжении 10 лет. И да, большая часть этого движения золота была вызвана обесцениванием валюты, а не ETF. Однако, трюк заключается в том, что для роста цены нужны покупатели. Институционалы не могли тогда хеджировать свои портфели физическим золотом. Но вот когда появился институциональный инструмент, спотовый золотой ETF, они смогли это сделать. Если ты думаешь, что спотовый ETF не сделает то же самое с биткоином, то ты явно не понимаешь, что такое эффект линдии. Я говорю не конкретно про тебя. Я знаю, что ты умный. Я говорю про общий образ человека, который даже не подозревает о криптовалюте и обо всем этом. Кстати, если ты первый раз об этом слышишь и впервые попал на этот канал, поставь лайк и напиши комментарий. Очень интересно будет заметить тебя. Это визуализация эффекта линдии. Простыми словами, эффект линдии звучит так. Если что-то просуществовало около 10 лет и не погибло, то скорее всего в теории оно просуществует еще минимум 10 лет. На этой траектории биткоин находится только вот здесь. И посмотри, сколько еще всего впереди. Глобальное обучение, глобальная децентрализация, масштабные институциональные решения и еще большая ликвидность. Большая ликвидность и институциональные решения? Да это же биткоин ETF, спотовый. И ликвидность, которую он привлечет. А затем после этого биткоин станет reliable store of value, то есть надежным средством сбережения. Ну и конечная точка стать полностью глобальными деньгами. Вспомнил почему-то про вот эту новость, когда материнская компания GoldCoin, а также чат GPT инвестирует 4,8 миллиона долларов в Кению для развития крипто и блокчейн образования. Это как раз таки вот эта стадия Great Education. Мы очень близки к ней. Поэтому, опираясь на этот график, очевидно, что мы все еще ранее инвесторы. Но после того, как мы пройдем вот эту стадию надежное средство сбережения, а затем стадию еще большей ликвидности, биткоин станет недоступен простому смертному. Даже просто богатым людям будет сложно накопить один биткоин. Фактически мы живем в то время, которое потом будут знать, как последнее время для того, чтобы накопить один целый биткоин. Вот еще один из примеров эффекта Линди на технологиях. Многие люди не понимают новых технологий. Что за интернет? Какой еще модем? Как отправить имейл? Что такое Wi-Fi? Да, такие вопросы возникают постоянно. И 93-й год не исключение. Посмотри на эти реакции людей, когда они узнали, что Бургер Кинг впервые начал принимать банковские карты. Кэш или кредитка? Чего? Создатель вопер-бургера теперь принимает кэш и кредитки. Я думаю, что это очень плохо, использовать карту в фастфуд-ресторане. Использовать это ради трех долларов? Серьезно? Они дают 5% скидки, представляете, если использовать эту карту. Если я буду здесь есть достаточно долго, я куплю себе пикап. Управляющие Бургер Кингом говорят сотрудникам, теперь не нужно считать сдачу клиентам, и они могут сэкономить время. Я просто надеюсь, что карты не будут замедлять работу так, как наличные. Что людям не придется звонить куда-то там в Нью-Йорке подтверждать транзакции. Да, это просто еще один способ тратить деньги. Я думаю, карты сработают только вот для людей, которые в отпуске. Но я не представляю, что мы будем пользоваться этими картами ежедневно. Теперь мы не представляем своей жизни без банковской карты. Идея того, что биткоин а-ля криптовалюта когда-то станет полностью глобальными деньгами, кажется безумной сегодня. Я думаю, что биткоин сработает для цифровых кочевников, например. Но не представляю, чтобы мы пользовались им на ежедневной основе. Но в 2018 году, когда мои видео про криптовалюты собирали 700 просмотров, я даже не мог подумать, что в 2023 целые компании будут размещать часть своего капитала в биткоине. Целые миллиардеры. Третий самый богатый миллиардер Мексики инвестирует только в биткоин, только в золото и только в нефть. Даже целые страны инвестируют это Сальвадор. И теперь мы слышим, как политики, кандидаты в президенты США, первые экономики мира поддерживают биткоин. Это происходит сегодня. Ну а что происходило 10 лет назад? 2011 год. Какой-то турнир Старлиги, киберспорт. Посмотри на призы, которые они предлагали тогда. С первого по четвертое место от 500 до 100 долларов соответственно. Людям, которые заняли пятое, шестое, седьмое и восьмое места, получают по 25 биткоинов каждый. Вот от чего и к чему мы пришли. Теперь я хочу поговорить про два события, которые на краткосрочной и среднесрочной перспективе могут подпортить настроение рынкам. Но начнем с Китая. Потому что все это связано с ним. Итак, биткоин-цикл, в котором мы находимся, уже был достаточно жестким. У нас была и продолжается война, пандемия, запрет на майнинг биткоинов в Китае, крах Терра, Луна и FTX, нападки СЕК на крипту, коллапсы банков, высокая инфляция, рост ставок, снижение ликвидности и, наконец-таки, рецессия. Ты просто вдумайся в это. Ты все еще здесь. Я должен тебя поздравить, ведь ты заслужил все то вознаграждение, которое тебя ждет. Жаль, что большинство людей сдаются сейчас и уходят, но тем хуже для них. Но, конечно, это еще не конец цикла. Конец цикла будет тогда, когда мы достигнем исторического пика цены. Но на пути к этому пику может случиться кое-что гораздо хуже, чем пандемия. Это уже некоторое время зреет, но почему-то большинство людей перестали обращать на это свое внимание. И это первая часть пазла на твоем экране. Из Китая в рамках того нарратива, который может произойти. В настоящее время в Китае существуют огромные возможности для арбитража биткоина и USDT. Один биткоин дорос до 32,5 тысяч долларов. Это очень большая наценка по сравнению с ценами в других странах. И если у тебя была возможность выводить деньги из Китая, ты бы мог реально получить хорошую прибыль. Приблизительно таким образом исколачивал капитал Сэм Бэнкман Фрид из FTX несколько лет назад. Почему же это произошло? Биткоин не единственный актив, который торговался с премией в Китае. Еще одним таким активом было физическое золото. Физическое золото побило очередной рекорд в Китае. Почему? Потому что китайское правительство пытается защитить свою национальную валюту, которая падает по отношению к доллару. Также Evergrande и другие крупные застройщики в Китае пребывают в коллапсе. А 70% активов Китая держится в недвижимости. И если она сейчас переживает не лучшие времена, то многие люди бегут из этих активов и выбирают золото и даже биткоин. Именно поэтому и золото, и биткоин торговались с наценкой в Китае. И наконец мы подобрались к тому самому сценарию, который может оказаться последним черным лебедем для биткоина и других рынков. Этот сценарий также поощряет существующую скидку на биткоин, которую мы наблюдаем в китайском государстве. И это связано с геополитическими трениями Китая и США. Apple потерял 200 миллиардов долларов за два дня после сообщений о бане айфонов в Китае. Это значит, что Китай начинает сражаться с Соединенными Штатами все больше и больше. И Соединенные Штаты делают то же самое в ответ. И эта эскалация достигает кульминации в Тайване. Министерство обороны Тайваня призывает Пекин оказывать военное психологическое давление на остров после того, как 103 китайских военных самолета были замечены вблизи него. Этот конфликт переживает новую волну эскалации. В свое время президент Байден сказал, что американские войска защитят Тайвань в случае китайского вторжения. А несколько дней назад мы узнали об этом. Конгресс должен обсудить прямо сейчас, будет ли Америка защищать Тайвань. Сейчас, а не делать это во время вторжения. Эта ситуация может стать самым худшим событием за последние два года. И кто-то скажет, а почему этот Тайвань настолько важен для Соединенных Штатов? Где этот Тайвань и где Соединенные Штаты? Между ними целый океан. Ну вот несколько причин, почему этот остров так важен для Соединенных Штатов Америки. Тайвань занимает важную позицию в самом экономически значимом регионе мира. Тайвань имеет решающее значение для безопасности региона и для защиты жизненно важных интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе. Судьба Тайваня во многом определит баланс сил в регионе. Поскольку Тайвань находится вне китайского контроля, а союзники и партнеры США сосредоточены по всей первой цепочке островов, китайским военным будет трудно проецировать свое влияние далеко за пределы берегов Китая. Однако, если Китай аннексирует Тайвань и разместит на острове свои военные активы, например, устройство подводного наблюдения, подводные лодки и подразделения ПВО, он сможет ограничить операции американских военных в регионе и, как следствие, снизить их способность защищать своих азиатских союзников. Иными словами, то, что происходит в Тайваньском проливе, будет иметь огромные последствия для будущего альянса в США в регионе, которое представляет собой самое важное преимущество Вашингтона перед Пекином. Конфликт в Тайване приведет к усилению региональной и глобальной нестабильности. Но это только первая часть истории. Вторая же касается глобальной экономики и, как следствие, активов, таких как биткоин, например, и особенно акции технологических компаний и автопроизводителей. Нападение Китая на Тайвань, независимо от его успеха или от того, решат ли Соединенные Штаты вмешаться, тоже спровоцирует глобальную экономическую депрессию и сократит мировое экономическое производство на триллионы долларов. Тайваньские компании производят почти 70% мировых полупроводников и около 90% самых современных микросхем. Если мир потеряет производственные мощности Тайваня, ни одна другая компания не сможет быстро восполнить этот пробел в краткосрочной перспективе. Во время китайской блокады или нападения производство и поставка полупроводников остановятся, что приведет к дефициту почти всех продуктов, которые содержат технологии. От смартфонов до компьютеров и автомобилей. Компаниям различных отраслей придется сократить или даже остановить производство. Вот насколько важен для мировой экономики этот небольшой остров. Если там разгорится такой военный конфликт, влияние на глобальную экономику будет очень серьезным. И если этот последний черный лебедь, последний гвоздь в крышку гроба случится, на краткосрочной перспективе мы можем увидеть что-то вроде того, что было в 2020 году. Вот этот флэш-крэш во время пандемии коронавируса. После чего будет быстрое восстановление и наконец-таки переход в бычий рынок до нового исторического пика. Это может быть хорошей возможностью для тех, кто не успел купить биткоин на отметке в 16 тысяч долларов. Посмотри на этот график, которым поделился Альткоин Дейли. Здесь мы видим схожести между различными циклами биткоина. И если Китай сделает то, о чем мы говорили, мы можем увидеть вот такой флэш-крэш уже сегодня. Где-нибудь вот здесь он повторится. После чего будет большое восстановление и наконец-таки в скором времени переход в буллран. Если биткоин повторит все то же самое, что было во время пандемии, он должен упасть сначала на 63%, а потом вырасти на 1700. То есть упадет где-то до 10 тысяч долларов, а вырастет до 180. Но дело в том, что каждый новый буллран растет все меньше, чем предыдущий. Поэтому даже если предположить, что рост будет в два раза слабее, значит целью нового буллрана будут все те же 100 тысяч долларов, которые мы так долго ждем. Но самое интересное, что на этом фоне, на протяжении всего 2023 года, мы наблюдаем отток капитала из экономики Китая. В последний раз отток сильно ускорился, как мы видим на этой диаграмме. Только в прошлом месяце из экономики страны вывели 49 миллиардов долларов. Возможно, они что-то знают и к чему-то готовятся. И напоследок еще одна новость. Все уже забыли, но Всемирная организация здравоохранения решила нам напомнить. Она сообщает, что мир накрывает более свирепый штамм коронавируса, чем его предшественники. То, что уже известно, говорит организация, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет, что увеличивает вероятность заражений. Кроме того, пирола может вызвать более тяжелое течение болезни, чем те варианты, которые мы наблюдали раньше. В прошлый раз Билл Гейтс приобрел акции партнера Pfizer по вакцинам от ковида. Это произошло в сентябре 2019 года, всего за несколько месяцев до объявления пандемии. Гейтс приобрел тогда более миллиона акций по цене 18 долларов за штуку, а продал их в ноябре 2021 года по цене 300 долларов за штуку. Либо Билл оказался очень классным трейдером, либо он что-то действительно знал. Больше похоже на инсайдерскую торговлю. Сейчас нужно очень внимательно следить за его дальнейшими действиями, особенно на фоне этих новостей. Это позволит нам понять, чего нужно ожидать на краткосрочной и среднесрочной дистанции. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим, ну не каждый, конечно, регулярно говорим о криптовалюте и экономике. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok